друзья всем привет заказал я себе с алиэкспресс ssd диск вот заказал с доставкой по россии и здесь вот и p1 шуай питера мне прислал его в москву и соответственно сейчас откроем и посмотрим что это за диск и так далее и тому подобное удаляя естественно самый недорогой там самый дешевый так как дорогой я могу купить в магазине около дома просто ради эксперимента и пробы так это пусто в комплекте положили мне это я так понимаю sata провод я честно говоря в компьютерной тематике не очень как бы соображает здесь это уважаемый клиент спасибо за вашу покупку тренка тем тренд тт и здесь какие-то советы ну ладно с этим мы потом обязательно ознакомимся в общем вот такой вот диск аврора какой-то вон диск здесь на китайском мужчин хочет осенью а здесь тоже на английском и на китайском как по русски в общем не плохо ладно открываем аккуратненько кораблю такая коробка из плотного картона здесь сам этот диск и он вот такой вот поролоновый в общем упакована нормально скажем так не болтается не не трясется все здесь плотно коробка плотная здесь у нас непосредственно сам диск вот такой диск sata 3 на 240 гигабайт вот его распаковал а когда поставлю буду ставить винду в общем будем сейчас устанавливать sd диск ssd диск будем его наверно ставить вот сюда вот питание для него я так понимаю и сразу скажу что я в компьютерной технике особое овощение волоку все как бы вся информации черпаю с интернета то есть читаю и так далее и так как здесь все у нас в пыли радиатор он забит видно то есть здесь везде пыль на видюхи и на этом вот радиаторе тоже вот там пыли но это не радиатор а вентилятор решетка вот короче тоже все в пыли вот ну соответственно и действует все это надо пропылесосить диск этот мы сейчас вынем который у нас как он там называется ну короче жесткий диск вот видите сколько тут как какашек мы его сейчас отсюда освободим тоже весь протрем сейчас пропылесосим и потом уже включим что буду делать дальше тоже сняли видюху мы продули тут все тут тоже было все так вот забита короче пылью вот все это мы делала пылесос включили на май на малый ход ну чтобы он это все все чипы эти не высосал в себя вот и вот так почистили сейчас вот она хотя бы выглядит так сказать презентабельно и дальше разбираем и где вот места эти пыли радиатор это все чистим сейчас вот серый открутил у нас с материнки кулер сейчас мы его тоже почистим и тут вот можно наблюдать вот сколько грязи но это все пыль не знаю сколько тут лет не лазилось когда у меня компьютер от появился я даже не открывал его ни разу затем не упаски в общем все продули пропылесосили здесь грязь убрали отсюда здесь вообще были такие шматки даже вот между этими близкими лепестками как их назвать вот ну и сейчас будем все это на место в общем ставить все это сейчас будем на месте ставить как-нибудь прилепим ssd шник сюда тот который с алика приехал и потом уже будем вставить винду я уже и скачал вчера еще в общем что получится будем смотреть так видеокарту воткнули на место кулер закрутили подсоединили его тоже на место так теперь вставляем так теперь вставляем жуткий диск это тот который тут был так его сейчас сюда подключаем потом этот на место тоже вставляем и у нас вот этот ssd который приехал с алика вот такой вообще невесомый и так как его прикрепить тут пока некуда я думаю что я его просто прицеплю вот к этому проводу ну к питанию и все отсюда провод который там нет выложили в общем ставим ssd вот сюда и он будет так висеть вот на этом проводе питание мы его сейчас воткнем так 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 тут его по-другому не ставишь там такая есть как выемка на этом проводе так ну и все и вот так он будет в общем висеть вот я думаю что тут ничего страшного нет он легкий и нагрузки практически никакой не испытывает этот провод и разъем тоже а потом когда это я уже ну заказала плод тоже едет в китае ну вот я его сюда вставляя ssd шник к нему прицеплю вот и провод вот который с ним шел в комплекте мне прислали его тоже сейчас подключим его тоже мы сейчас раз раз и в материнку и в материнку мы его вставим так материнку включается вот так хоп щелкнул щелкнул все там сидит а здесь не щелкнул надо его до щелчка я так понял чтоб он там защелкнулся а вон там опа все там такие как фиксаторы выпуклости такие вот тут пластинка есть вот и чтоб они защелкнулись ну вот все в общем поставили ssd шники подключили а все питание подключили продули его вот все закрепили как было сейчас мы все это дело собираем обратно и уже потом скачанную винду будем ставить на этот диск ssd вот и потом это включимся так ну здесь тоже все подключаем как было то есть все провода на место вставляем и 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 в общем зашел я ну запустил компьютер вот зашел в диспетчер устройства и вот лон диск ssd 240 гигабайт то есть видит получается компьютер вот а другой жесткий диск вот соответственно их оба компьютер видит вот ну сейчас попробуем перезагрузиться в BIOS вот и что с этого у нас получится и сейчас ставим флешку установочную в Windows 7 вот и попробуем установить установили в USB разъем и включаем так вот пошла какая-то загрузка Windows и Windows файл я надеюсь что у меня получится потому что я как бы наверное не знаю второй или третий раз в жизни устанавливая Windows у меня конечно есть знакомый кто в этом волоке то соображает но этот человек постоянно занятый звать его отвлекать от своих каких-то делов не очень хочется и как бы я вот сам экспериментируя постоянно так стартинг Windows ага началась загрузка с флешки так здесь у нас появилось окно нужно выбрать нам язык наш язык русский здесь уже язык выбран просто нажимаем далее здесь установить ничто мы ничего сохранять не будем мы просто все эти диски отформатируем которые у нас там есть и установим Windows так на флешке у нас получается есть Windows для 86 тема и 64 ну битное имеется ввиду нам нужна 64 бита здесь принимаем все условия ну кому интересно можете это все дело как говорится прочитать потом далее и здесь есть вариант обновления выбрать и полную установку выбираем полную установку и здесь у нас нужно выбрать так у меня получается настройка диска основной ага система 350 ага система 350 так ну вот получается сюда надо вот это отформатировать тот диск который сейчас ну уже был на этом компьютере его надо форматировать так это у нас все неудоб но убираем это наш cd-шник и ставим в него виндо В общем, здесь много времени. Мы ждем, когда все галочки здесь будут стоять, где галочки. Копирование файлов уже произошло. Сейчас здесь до 100%. И в общем, все эти компоненты и установка должна галочками отметиться. Мы ждать не будем, потому что это долгое время может занять. И я потом уже включусь, когда это все дело установится. Так вот, в общем, установка отходит к концу. Вот завершение установки уже. Сейчас еще чуть-чуть подождем. О, перезагружается. А еще не перезагружается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пароль, это можно пропустить, потому что у нас нету ключа, пароля. Далее, использовать рекомендуемые параметры. Вот, выбираем использовать время. Здесь уже есть. Далее. 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 Подготовка рабочего стола. Я винду-то устанавливаю, наверное, в жизни второй или третий раз. И то это с промежутком в несколько лет. Опять перезагрузка. Ну и вот у нас пропустилась наша винда. Так, интернет у нас что там думает? Нам надо установить разрешение экрана. Так. Вот так применить. Окей. Ага. Украни. Так. И теперь смотрим. Интернет у нас нет отключения пишет. Смотрим, все ли стали у нас дрова. Компьютер. Отображать на рабочем столе. Потом зайдем в управление. Открываем диспетчер устройств. И у нас вот не хватает драйверов. Это SM-контроллер, PCI-контроллер, интернет-контроллер и это, видимо, LaserJet принтер какой-то, наверное. Но он подсоединен там под столом, но он не рабочий. Поэтому он его, видимо, тоже не может определить. В общем, нужны драйвера, а интернета нет. И я воспользуюсь вот этим. У меня, может, на канале видели. Это TP-Link ский Wi-Fi адаптер. В USB вставляешь. Ставишь, в общем, драйвера к нему. И он будет ловить от роутера интернет. Сейчас мы это все установим. Вставили в CD в дисковод этот диск. Вот он выскочил. Нажимаем выполнить. Выбираем, какой у нас адаптер. Установить драйвер и утилиту. Выбираем. Нажимаем да. Русский язык. Далее. Здесь установить драйвер и утилиту настройки беспроводной связи. И установить только драйвер. Мы выбираем и утилиту и драйвер. Далее. Здесь нужно выбрать. Ну, все по умолчанию. Оставляем. Установить. Так. Это у нас антивирус. Но антивирус еще пока не стоит. Это безопасность Windows ругается. Но все равно установить. Так как, скорее всего. Так. У нас идет установка. Установка. Вот утилита появилась. Все. Завершаем. Это закрываем. Установщик. Так. Вот. Кинетик. Двадцать пять. Нуль два. Это. Наш. Роутер. Подключить. Пароль. Вводим пароль Ок Ждем некоторое время Я забил скачать через торрент Windows 7 И вот сам мы первую нажал То есть ее скачал Почитал там ее вроде Никакие пароли ничего не надо И записал через Программу ISO Установочную флешку Вот Установочная флешка Это она по идее Ну должна сама Или там в биосе ставишь Чтобы с нее начиналась установка Вот Или Она по умолчанию ее вставляешь И перезагрузки Компьютер сам начинает с нее делать установку Вот Ну бывает так А бывает так Вот тот компьютер Когда мне устанавливали Пришлось в биосе там Ну ставить Чтобы установка начиналась С USB накопителя Что-то у меня никак не хочет подключаться Пароль я неправильно набираю что ли Вроде все правильно нажимаю О Все подключился Нашел он его И это закрываем Выбираем домашнюю сеть Ну это я так Там кто-то может по-другому Я то вообще чайник в этом деле Как бы поэтому Для меня это Так это Для общего доступа Если Ну это пусть Закрываем В общем короче Победил я эти драйвера Наверное примерно час я убил На все это дело Вот Скачал я Несколько вариантов Сначала Потом у меня В общем они не подошли Ну как бы Я их ставлю А все равно Эти Восклицательные знаки Остаются Ну сейчас вот видите Нет никаких Вот сетевой адаптер Отключаю Вот И они все TP-Link Это этот Как он адаптер Этот Wi-Fi Который Беспроводной Вот А Intel Это вот То что Драйвера нашлись В общем я дошел Несколько вариантов Ну просто это все долго Вот она на самом деле Вот Эта папка SDI RUSS Называется Вот ее открываешь Нажимаешь сюда Да И вот она Оп Вываливает В общем драйвера Вот И здесь уже выбираешь То есть какие там Нужны Они Единственный минус Что здесь На английском Это все дело И Непонятно в общем Здесь Ну лично для меня Вот А так Все нашел Все это Как бы Установил В общем как-то так И еще Вариант Это Как я и пробовал То есть Вот Например Если Какой-то Воспроцентральный Знак Тут висит Вот так Раз Обновить драйверы Обновить Нажимаем Автоматический Поиск И он В сети Уже сам Может найти То есть Некоторые Драйвера Как-то Вот так Тоже Но это Если интернет Есть К компьютеру Без интернета Так не получится Вот Ну лично у меня Не получилось В общем Как-то вот так Что мог Рассказал Как-то Своими силами Я одолел Переустановки Винду Вот такой Апгрейд Компьютера Маленький Я себе Сделал В планах У меня еще Видеокарту Поменять Здесь Вот я уже Присмотрел Какую Куплю Все Деньги До этого Руки Не доходит Так что Вот так Всем пока До новых встреч